СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сначала первую попытку мы с вами будем наблюдать у женщин, одноместные сани. И затем след за ними уйдут на дистанцию в первой попытке мужчины, двухместные сани. Вы видите, температура воздуха уже плюс 9 градусов. Но совсем весенняя погода, как иначе. Сегодня такой праздник, все хорошо, солнца нет. И это значит, что не будет мешать для показа высоких результатов. Ну и стартовый лист на наших экранах. Восемь спортсменок, заявленные в первой попытке. У мужчин мы видели совсем юных спортсменов. Здесь наши сильнейшие спортсмены и сильнейшие юниорки. В прошлом году, в прошлом сезоне Софья Мазур, которая здесь будет выступать. Молодая спортсменка, представляющая Красноярский край. Ей всего 17. Вот, да, чуть позже об этом. Рекорд разгона Татьяна Хюфнер. Легендарная немецкая спортсменка, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира установила. 3,897 тысячных секунды. Мы спускаемся по трассе. Вместе с саночницами установлена камера. Но, как говорится, не пытайтесь это повторить, сделать самостоятельно. Огромные скорости. Больше 120-130 км в час. Рекорд трека Татьяна Иванова. 49,588 тысячных секунды Татьяна Иванова, которая в этом сезоне непобедима. Она выиграла и Кубок Кубков, и Кубок Федерации, и соревнование памяти своего отца Ивана Васильевича Иванова. Правда, вот накануне в спринте проиграла Виктория Демченко. Так вот, Софья Мазур будет защищать эту чемпионку, которую завоевала в прошлом году. Тогда Виктория Демченко была вторая. Дарья Олесик третья. И именно Дарья Олесик юная спортсменка, представляющая Московскую область. Город Дмитров, 18 лет. Хотя родилась в городе Братск. Тренируется у Александры Парфентьевой. И вот Дарья Олесик открывает стартовый протокол. Спортсменка, которая в этом сезоне дважды была четвертой на Кубке Кубков. Сначала, потом на соревнованиях за Кубок Федерации. Да, вообще спортсмены сборной команды Московской области под руководством именно главного тренера сборной команды Александры Викторовны Парфентьевой в этом сезоне очень здорово выступают. Если брать результат командного зачета четвертой зимней спартакиады молодежи, там спортсмены, куда входят и Виктория Демченко, и Дарья Олесик, и двойка Кирилл Винченко, и Вадим Виноградов, Павел Репилов заняли первое общекомандное место. Это серьезное достижение. Напоминаем, что трасса чуть короче и у девушек, и у двоек, то есть длина трека составляет почти километр, но и, соответственно, чуть меньше виражей из-под четвертого старта. Тем не менее, как раз вот мы увидели рекордные секунды Татьяны Ивановой и рекордные секунды гораздо выше, чем у мужчин, но вот этим, собственно, это и объясняется. Ориентир Дарья сейчас установит. Небольшой сбой был в начале, но очень важно как раз с стартовой эстакадой вписаться вот в этот первый вираж, и это такой, знаете, камень преткновения для многих трасс. В Сочи это еще более-менее, а вот есть трассы Оберхов, вспомните, Андрей, там, Альтенберг, там так крайне вписываться в них, но раскатывать обязательно. Ориентир, кстати, Дарья устанавливает очень приличный. 50 секунд и 331 тысячная. Не знаю, станет ли это лучшим результатом. Примерно подобное мы говорили чуть ранее в отношении мужчин, но тогда Семен Павличенко выиграл. Пять золотых медалей чемпионатов Европы, огромное количество побед, аж 17 на этапах Кубка Мира, призовые места на чемпионатах мира и, конечно же, бронза Олимпиады прошлого года в Пекине. Это все о ней. Это все о Татьяне Ивановой. Наша самая опытная, самая именитая, самая-самая-самая-самая... Любимая. Любимая. Да, и мы в этом не стесняемся. И те эмоции, те чувства, которые я испытала с Андреем во время нашего, так скажем, просмотра Олимпийских игр в Пекине, единственную медаль с Пекина привезла именно Татьяна Иванова. Вопреки всему тому, что было в прошлом сезоне, серьезная травма, и Татьяну едва ли не на руках, да, на этот старт приносили, но какая же это мужественная девочка. И вот наша прекрасная спортсменка в этом году, конечно, потрясла трагедия ее личная, а папа ушел, ее личный тренер, и вот совсем недавно, Андрей говорил, прошел турнир памяти. В памяти Ивана Васильевича Иванова и Татьяна выиграла, Виктория Демченко стала второй, Дарья Олесик третий, кстати. Да, поэтому Татьяна по-прежнему в строю, и мы очень рады, и я не знаю, какую мотивацию Таня ищет для дальнейших выступлений, но мотивация результата на финише, ох-ох-ох, это, кстати, заявка. Да, и тренеры Московской области наблюдают за превосходными секундами Татьяны Ивановой, но, может быть, вот сегодняшний день для нее это, например, побить собственный результат рекорд финиша, и очень близка она была к этому. Ну, четыре десятых выиграла у Олесик, четыре десятых. Спасибо. Не просто, конечно, вот в такой, так скажем, если у склитонизма в слизистой шиповке, да, то здесь абсолютно гладкая поверхность, специальные такие ботиночки, как мы их называем, да, выйти вот из ледового желоба действительно сложно. Ну, а это Диана Логинова, 20-летняя представительница Иркутской области, спортсменка, которая очень здорово выступала в юниорах и была бронзовым призером юношеских Олимпийских игр и вице-чемпионкой мира. Ну, вот она перешла с сезона 21-22 на взрослый уровень, в сборную команду попала, ну, мы, конечно, очень переживаем за Диану, желаем ей успехов, хотелось бы, чтобы как-то побыстрее все-таки проходила адаптация на взрослом уровне. Я вот так бы сказал бы. Представляет Диана Иркутскую область, мужчин мы не видели этот регион, но здесь и в двойках будет представлена. Это славная традиция. Напоминаю, что, кстати, вот в эти же сроки, с 8 по 11 марта, в 1973 году проходил первый чемпионат СССР по санному спорту. Прошло ровно 50 лет, так что браво, Братска, браво, Иркутская область. Ну, а если говорить о Диане Логиновой, то, в принципе, она мне очень запомнилась и, прежде всего, в командной эстафете, я сегодня об этом говорила, на юношеско-олимпийских играх в Лозане, Швейцарии в 2020 году. И тогда завевали золотую медаль. Ну, а в личной гонке тогда Диана показала третий результат. Вообще, есть серебро и бронзу в ее активе на первенстве мира в Эберхофе в 2020 году, многократная победительница, призер всероссийских соревнований, международных. Ну, и личный тренер, опытная Жанна Николаевна Лукашова. Так что, талантливый учениц, талантливый тренер. И я думаю, что как раз в саноспорте, вот Андрей сегодня говорил, какие юные, какие молодые. Но этот спорт позволяет долгие-долгие годы раскрываться и выходить на тот пик формы, будучи уже совсем взрослым саночником. Поэтому, возможно, для Дианы надо чуть больше времени. Ну, и так она талантливая. Вот смотрите, какие у нее результаты. Ну, вот еще одна молодая спортсменка, представляющая Москву, Елизавета Юрченко, безусловный лидер по юниорам, если брать этого сезона. Она выиграла и юношеский кубок, и молодежный кубок. Спортсменке 20 лет, и от нее можно ждать прорыва. Роман Рябилов показал, как можно делать этот самый прорыв. Сегодня бронзовая медаль, накануне также в его активе медаль чемпионата России. Ну, а Елизавета Юрченко наверняка та спортсменка, которая попадет. Сегодня мы будем говорить о эстафетной команде гонки. И, кстати, туда тоже отправляет спортсменок. На тоненького прошла сейчас Елизавета. Здесь, конечно, это следствие ошибки, Андрей. Переходы 14-го виражей. Но я должна отметить, что немногие мужчины вот так словили этот самый переход. А Елизавете удалось все-таки справиться со сложной трассой. Там, где скорость максимальная, не без потери. Видите, тренер также переживает. Но что делать? В любом случае, давайте еще раз посмотрим. Вот, отводил от борта, но тяжело это было сделать. Выход из 15-го тоже непростой. Но переход ошибки был, конечно, выше. Ну что, пока у нее четвертое время. А лидирует, естественно, Татьяна Иванова. Олеся Егорова вряд ли поколебает позиции лидеров. Спортсменка, самая молодая участница соревнований, Егорова 16 лет. И представляет она Краснодарский край. Мы уже видели у мужчин спортсмена отсюда. Если бы еще двойка была, то можно было бы в стафете выступить. Но, к сожалению, в двойках пока тут не все так здорово. Тем не менее, выступает дома Олеся. И это, конечно, придаст ей силы. Ну, мы говорили о том, что так немножко повело на стартовом разгоне. Но, тем не менее, первый вираж пройден. И стартовый разгон, вы видите, 4 секунды, 55 тысячный. Отделение Краснодарского края, именно школы санного спорта, не так давно культивируется здесь. Поэтому молодые спортсмены набираются опыта. И Олеся не исключение, как и Никита Шалагинов, о котором мы говорили совсем недавно. Он и вовсе 2007 года рождения. Ну, а для двойки надо просто чуть больше времени. Поэтому совсем скоро, я думаю, мы увидим. И на взрослых соревнованиях, очень сильную команду Краснодарского края. Ну, а сейчас Олеся борется за свои личные рекорды. И вы видите, с какого юза ей пришлось преодолевать вот эту такую прямую, длинную. Но, тем не менее, справилась. Пусть и с потерей скорости на нижнем отрезке дистанции. И финиш 53 секунды, 563 тысячные. Почему мы так настойчиво с Андреем говорим с вами о тысячных? Потому что санэспорт у нас скроется в мелочах. И мы видели и турниры, и чемпионаты мира. И на нашей памяти были, когда по итогам четырех попыток мы не могли выявить победителя. И на Олимпийских играх. Поэтому это, да, это санэспорт. Здесь мелочей не бывает. Следующий выйдет Ксения Шамова. Вот она на ваших экранах. Ксения Шамова представляет Пермский край. Какая причудливая судьба. В детстве хотела быть полицейским. Начала заниматься горными лыжами. А в итоге уже семь лет осваивает санный спорт. То есть, в общем, считайте, с девяти лет уже Ксения занимается. В этом сезоне у Шамовой пятое место на Кубке Кубков. Шестое на Кубке Федерации. Александр Старков тренер. Ну и многого здесь, конечно, от Ксении, наверное, не стоит ждать. Но шанс проявить себя среди взрослых очень хороший. Ну, Пермский край, он славен и спортсменами, откуда и Татьяна Иванова, и славные традиции этого края. Поэтому есть куда расти. И тренерский штаб очень сильный. Пожелаем Ксении удачи. Неплохо справляется с сложным отрезком дистанции. Ну вот, кстати, Андрей, за кадром у нас остались соревнования у женщин в спринте. Вчера вы и сказали о результатах. А видите, у нас появилась новая олимпийская дисциплина. Ксения финиширует. Да, двойки. И вот об этом тоже стоит сказать. И, кстати, одни из первых, кто начал практиковать, это именно сборная России. Да, и Олеся Михайленко с Екатериной Грибковой вчера выиграли. На втором месте Анастасия Карпачева и Алена Старкова. И Виктория Демченко, которая совмещает. Мы сейчас еще увидим Викторию. И одиночки, и двойки с Дарьей Пересторониной стали третьими. Это Софья Мазур. Это, если вы забыли, действующая чемпионка России, которая защищает свой титул. Вице-чемпионка мира среди юниоров. 17 лет представляет Красноярский край. Как любим мы иногда говорить. Любите эту девочку, да. Вот она. Пожалуйста. Ранее мы о ней не так много знаем. Знаем, что ее тренирует тандент тренерский Татьяна Владимировна Чапурная и Михаил Сергеевич Кузьмич. Кстати, в прошлом очень даже на хорошем уровне уступал наш титулованный саночник. Ну и, конечно, в спринте и в личной гонке нас Софья поразила в прошлом году, став чемпионкой России. И она даже не ожидала вот такого успеха. Но, тем не менее, сейчас от нее, может быть, уже ждут чуть большего. Представляет Красноярский край. Да, учитывая, что сезон пропускает двукратная чемпионка мира Екатерина Катникова. Да, Катюша, ну если не сложно, напиши, где, что с тобой. Мы так немножко переживаем и надеемся, что все хорошо. Но этот сезон действительно наша чемпионка мира. Напомним, в 2020 году не представлена ни на одних соревнованиях. И с Андреем, конечно, мы задавались вопросом, а что с Екатериной? Екатерины. Да, так вот, шанс попасть в сборную для той же Мазу. Она сейчас третий результат показывает после... Нет, или второй? Второй. Второй, второй, второй. Второй, да, вслед за Татьяной Ивановой. И Виктория Демченко будет завершать соревнования. Всегда по-серьезному настроена. Представляет Виктория Демченко. Московскую область. Тренеры, естественно. Это братья Демченко и папа. Мы о Виктории много говорили. И Виктория уже и призер чемпионатов мира, чемпионата Европы. Не один сезон выступает в национальной команде. Ну и посмотрим, как сегодня сложится гонка для Виктории Демченко. Отличный стартовый разгон. Три секунды девятьсот двадцать пять тысячных. Виктория в этом компоненте себе сдала очень хороший. Скоростной резерв. И осталось также технично справиться с трассой. Накануне Демченко в спринте обыграла Иванова на девять тысячных, став чемпионкой. Да, вот они тысячные. Восемь спортсменок, еще раз скажем, представлены в первой попытке. Виктория как раз завершает ее. И поэтому от ее результата будет зависеть итоговая турнирная табличка. Здорово, здорово проходит Виктория низ дистанции. Нам теперь очень интересно, сможет ли Виктория обогнать Татьяну Иванову. Или Татьяна Иванова останется лидером после первого спуска. Пятьдесят секунд семьдесят пять тысячных. Ну, совсем немного. Но Татьяна Иванова оставляет за собой результат. В первой попытке, но борьба серьезная, скажу я вам. И в одной лидирующей группе пойдут во втором спуске и Виктория, и Татьяна. И пока между ними всего ничего. Сто сорок пять тысячных. Иванова выиграла. Мазур третья. Довольно все предсказуемо. Как и на двух главных турнирах Кубка Федерации. Иванова первая, Демченко вторая, Мазур третья. То же самое сейчас. Конечно, могут быть перемены, но вот мне кажется, что тройка лидеров более-менее определилась. Может быть, что-то еще произойдет такое невероятное. Но вот смотрите. Иванова, Демченко, Мазур. Итога таблицы на наших экранах. Шестерку сильнейших замыкает еще Ксения Шамонова. И Диана Логинова шестая. И между ними серьезная такая борьба намечается для того, чтобы в этой шестерке закрепиться. Что ж, стремительная первая попытка, но очень динамичная. И самое главное, мы увидели с вами достаточно высокие результаты от девушек. И, не прерываясь ни на секунду, мы будем теперь наблюдать за первой попыткой соревнований мужских двоек. Но для начала напомним, как проходила первая попытка у женщин. Софья Мазур третья. Вторая Виктория Демченко. И Татьяна Иванова. Лидер единственная, кто смог преодолеть рубеж 50 секунд, это как раз Татьяна Иванова. Но Демченко не хватило 75 тысячных секунд, да, видите ее результат, 50 и 75 тысячных. И вот лидер, и вот лидер Татьяна Иванова. Сейчас нам ее покажет. Которая совсем немножко сама себе уступила и готова, мне кажется, сегодня побороться во втором спуске за рекордные секунды финиша. Это будет успех для Татьяны, как часто говорят и для айсмейкеров, Которые очень так восторженно встречают подобные результаты, потому что это и их работа. Семь экипажей. Семь экипажей заявлено. Ну и давайте сразу так фаворитов выделим. А, восемь, да, 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 восемь, прошу прощения. Так, еще теплее стало, еще теплее, уже плюс девять. Что же будет, когда командная гонка начнется? Восемь экипажей. Фавориты это, конечно же, Андрей Богданов, Юрий Прохоров. Вот они, видите, шестыми уйдут. Чуть раньше Александр Денис и Владислав Антонов. Чемпионы мира на этой трассе 2020 года. И, наверное, все Волткашкин, Константин Коршунов, которые будут открывать стартовый протокол. Но есть еще некоторые сильные экипажи, которые тоже могут побороться. Людвиг Ридер, Патрик Расснер. А итальянцы рекорд разгона 3,807 тысячных. Ну и для двоек очень важно не ошибаться по дистанции трасса Санки. Техническая трасса, но и двойки весьма сложный такой вид программы. И сколько мы видели ошибок. И одна ошибка стоит порой серьезных результатов. Тобиас Вендель, Тобиас Арк. Знаменитые олимпийские чемпионы. За ними пока рекордные секунды финиша. 49 секунд 373 тысячные. Но, кто знает, может быть, наши сегодня спортсмены и побьют эти самые рекорды. За этим мы с вами и понаблюдаем. Что касается именно двоек, то внимательным надо также быть на верхнем отрезке дистанции. Дистанции брать серьезный стартовый разгон, если мы хотим отрыва на стартовом эстакаде. Ну и там, где первый контур-уклон, он, кстати, длиной 89 метров. Затем вновь из десятого контур-уклона. И третий после четырнадцати. Вот эти виражи очень важны для двоек. И посмотрите, какой взгляд у Всеволода Кашкина. Готов, собственно, уйти со стартового разгона. Давайте обратим внимание, кто нечасто гостя наших соревнований, как проходит этот стартовый разгон. И насколько важна слаженность действий отрыва от ручки первого спортсмена. И второго, в данном случае Константин Коршунов, который динамично помогает своему напарнику. И вот он отрыв, буквально три грибка, и спортсмены уходят на дистанцию. Кашкин, Коршунов защищают. Титул чемпионов России завоеванный в прошлом году. Хотя там выступали не все сильнейшие сезон, это олимпийский. А некоторые выступали не на своих санях даже. Но это не умаляет достоинств Кашкина и Коршунова. Накануне они стали третьими в спринте. Спортсмены, которые еще недавно выступали по юниорам, обоим 24 года. И у них очень плавным получился и удачным переход из юниора во взрослый уровень. Хотя это проблема не только для санного спорта, для многих других видов. Вот они так очень плавно и хорошо перешли. И сразу стали показывать высокие результаты. Мне вспоминается, что они, когда перешли в основную команду, небольшая ошибка с боем. Это, конечно, скажется на итоговом результате. Вопрос, сколько потеряли. Их триумф на одном из этапов Кубка мира. Помните, в Канаде? В Уислире, в Уислире. Командная гонка. Выиграли, да. Просто взяли, вышли, победили и ушли. И все топы смотрели на них и думали. Ребята, а кто вы? Кто вы? Ну, в общем, действительно, прям взлетели тогда в том сезоне. И казалось, что вот-вот эти результаты начнут штамповать. Но не все так просто. А для двойки порой, еще раз мы скажем, годами. Да, вот эти слаженные действия, командной работы. И только потом получаются результаты. Но, тем не менее, я напомню, что чемпионы мира среди юниоров и талантливые спортсмены уже побеждали на различных соревнованиях. Лучшие наши юниоры в этом сезоне. Кирилл Вениченко, Вадим Виноградов. В этом сезоне выиграли... Ну, они на взрослом уровне тоже выступали. Их уже обкатывают. Пятое место на Кубке Кубков. Они выиграли и молодежный юношеский кубок среди юниоров, которые проходили в ноябре и декабре прошлого года. Вот полюбуйтесь, что они противопоставят более опытным спортсменам. Вы знаете, ну вот этот экипаж сложился достаточно давно. И с Вадимом Виноградовым они катались буквально сразу. Да, когда тот перешел в Московскую область. И что мне нравится, Андрей, то, что сейчас вот конкуренция в двойках очень серьезная у нас. Да. Мы долгое время... Отставали. Да, отставали и не могли показывать высокие результаты. Напомню, что они призеры чемпионата России в эстафете. Несколько раз становились призеры на первенстве и на Кубках России. Ну и также на четвертой зимней спартакиаде молодежи недавно отличили второе место в личной гонке и первое место в командной гонке. Отметим их личных тренеров Кирилла Толецкий, Марат Александрович Барфендева, ну и Александра Викторовна. Вот за Кирилла дома болеют и переживают, как он сам говорит, мама Юлия, папа Евгения и сестра Катюша. Так что вот результат, который они показывают, и является пока вторым временем, и это ориентир для остальных экипажей. Знаете, я все-таки думаю, что Всеволод и Константин, я имею в виду Кашкина и Коршунова, не очень здорово прошли первый спуск. Ну, я понимаю, о чем вы говорите, Андрей, относительно этого молодого экипажа. Но, с другой стороны, знаете, я как отвечу, в этом сезоне, в отсутствии международных стартов, прекрасно, да, вот это вот ваше действие, прям картинка на загляденье. Здорово, браво, молодцы режиссеры. Так вот, Александр Денис и Владислав Антонов готовятся уйти. Я продолжу мысль в том, что уже достаточно все накатаны на этой трассе, Андрей. И сложно порой, да, лидерам никто не давал им вот так вот просто пройтись, выйти и на регалиях сразу обыгрывать и показывать результат сопоставимый, там, как мы видим, разрывы этапов Кубка Мира. Надо поработать над этим еще. Первые в истории России чемпионы Европы, первые чемпионы мира в Сочи выиграли. Денис и Фантоновы в 20-м году спринта стали вторыми в классической гонке. Но прошлый сезон не особо удачным получился. В этом сезоне все время вторые, вторые на Кубке Кубков, на Кубке Федерации. И накануне, тем не менее, выиграли золото в спринте, то есть готовы к этому турниру, к чемпионату России, хорошо. Самые опытные участники Александр и Владислав. Нравится мне ваша фраза, тем не менее. Это, представляете, это Андрей к нашим титуловно спортсменам, да, чемпиону мира Александра Дениса и Владиславу Антонову. Что ж, да, хороший результат, но мне кажется, парни так хотели из 50 секунд выехать. Ну что ж, будем ждать вторую попытку. Может быть, там удастся это сделать, да должны, безусловно. А прокат, на самом деле, очень хороший. Но я не хотел их обидеть. Ну что вы. Ни в коем случае, нет. Я, наоборот, хотела как раз сказать о том, что Андрей настолько ждет уже серьезных результатов и говорит, тем не менее, потому что в этом сезоне не так, да, они стабильны и не получалось у них все выиграть. Но это, опять же, высокая конкуренция. И я очень рада еще раз скажу, что именно наши двойки начинают эту конкуренцию показывать. Станислав Мальцев, Дмитрий Халилов. Мальцев выступал долгие годы с Олегом Фасхуддиновым. И выигрывал, между прочим, медали, и хорошо выступали. Ну вот теперь другой партнер, Дмитрий Халилов. Второй сезон они вместе выступают. Четвертый на Кубке Кубков, шестый на Кубке Федерации. Пермский край представляют в теории, могут бороться за медали, я думаю. Да, но Станислав Мальцев призер чемпионата мира среди юниоров, да, и победитель призер чемпионата России, поэтому он более опытный. Ну и посмотрим, как с Дмитрием Халиловым они теперь будут бороться на этом чемпионате. Идут очень прилично. Ну и посмотрим, насколько ребятам удастся сразиться с лучшими из лучших. Напомню, что они участники этапов Кубка мира. Ну и смотрите, 50 секунд, 246 тысячных. Вообще разносторонние ребята, я вот так смотрю, и тот же Дмитрий Халилов любит не только на саночках кататься, как иногда говорят, но и на беговых лыжах. А мы, кстати, на своем канале показываем лыжи, биатлон активно, вот так. Не извиняю. То есть обычно мы когда вот и говорим о санях, там о других смежных дисциплинах, ребята говорят, первое это сноуборд, что-нибудь такое, с горы покататься, а тут, видите, беговые лыжи. Интересные. Михаил Корнаухов, Юрий Чирова, представляющий Иркутскую область. Спортсмены, которые здорово выступали в юниорах на международном уровне, выигрывали награды чемпионатов Европы, мира, олимпийских юношеских игр, выигрывали Кубок мира. И вот они уже на взрослом уровне, хотя очень молоды, обоим 22 года и могут... Три секунды 886 тысячных, а почему? Хорошие, да. Конечно могут. И это вторые спортсмены, представляющие Иркутскую область. Первые мы говорили о женской гонке, поэтому Иркутск славен также традициями. Мне когда очень сильная школа была, но и сейчас на юниорском уровне выступают сильно ребята. Желаем Михаилу и Юрию удачи. Вы знаете, небольшие помарочки виднеются, но это только так, знаете, как они говорят про детки 80 уровня. Но тем не менее так надежно по дистанции едут к финишу. И давайте смотреть за заключительные связки односторонних виражей и на финише какое время зафиксируют. Михаил Корнаухов, Юрий Чиров, а здесь 50 секунд 568 тысячных. Так, конечно, поздноватый был вход, наверное, в 17-й вираж и так из-под козырька. Но мало приятно, хорошо, что дальше был финиш и еще не было продолжения дистанции. Тем не менее небольшие потери, возможно, были. Это все-таки смещенная траектория. Но это от желания выйти, знаете, как с верхушки на полной скорости. И так немножко напугали своих поклонников. Одни из главных претендентов на победу Андрей Богданов и Юрий Прохоров. Мы помним, что Юрий выступал с Владиславом Южаковым, а Андрей Богданов с Андреем Медведевым. И вот перед началом прошлого сезона образовали тренеры новую двойку Богданов-Прохоров. И что вы думаете, на этапе Кубка мира в Сочи в прошлом сезоне Богданов-Прохоров выиграли. То есть сразу, сразу пришли успехи. Так что, так что ждем хороших результатов победителей Кубка Кубка в Кубке Федерации Богданов-Прохоров. Накануне проиграли спринт Денисю Антонову. Но вот Денисов-Антонов очень высокую планку задали 50 и 71 тысячная. И Богданов-Прохоров должны постараться улучшить этот результат. Чего мы им и желаем. Безусловно, это конкуренты на результат лидеров. Удастся ли Андрею и Юрию обогнать своих соперников. Но вот по вертой дистанции чуть-чуть пока уступают. Опять же, очень важные переходы были четвертой, пятой, шестой виражи. Они с ними справились. И осталось совсем немного. Ключевой отрезок дистанции, набора скорости и максимальных скоростях двигаются к финишу. Ориентир, вы видите, 50 секунд и 71 тысячная. И что будет на финише? Добротный прокат, я вам скажу. Добротный и 49,960 тысячных. Ну, чувствовалось. Прям вот иногда не хочется эту фразу говорить, как по рельсам, да? Но очень здорово накапывали. Это мы поторопились. Это пока только лидеры наших соревнований. Но кто знает, может быть, кто-то из наших уважаемых коллег что-то уже предполагает. Но шучу я, конечно. Здорово, здорово прошли ребята. И, видите, мы с вами сказали, что одни из тех, кто будет конкурировать за лучший результат. Так оно и получилось. Браво! Первое, кто разменял рубеж 50 секунд. Лев Романов Владислав Веремеенко. Это самые молодые участники соревнований, которым 18 лет. И представляют они Пермский край, город Чусовой. Молодежный юношеский кубок был в этом сезоне. Были и взрослые старты. Но это такая молодая, перспективная двойка. Ну, скажем так, на вырос, на будущее. Да, начали кататься вместе. Ой-ой-ой-ой. Вот этого мы, конечно, не желаем никому. И очень тяжело сейчас в двойках, особенно, когда они закреплены, забраться на сани. Но это удается ребятам. Хорошо бы сфинишировать, докатить и выйти на вторую попытку. Это обязательно, обязательно надо. Да, прям вот как-то сразу не задалось. Но такое бывает. Даже не знаю, что сказать. Ну, вот, например, про Льва Романа могу сказать, что он победитель юниорского первенства. Победитель спартакиады молодежи. Опять же, занимается Александр Дмитриевич Старков. Ну, вот мы его неоднократно сегодня говорили. Талантливые ученики сфинишировали. Ребята не отчаиваются. Не отчаиваются. Такое бывает. Напомним, что на февральском Кубке памяти Ивана Иванова выиграли личную гонку. Между прочим, обогнав спортсменов основного состава сборной России. Поэтому это не просто так. И их разочарование понятно. Хотели заявить о себе как можно лучше, мощнее. Но такое бывает. Я переживаю за их здоровье. Ведь, ну, не все знают, как коварные, опасные ожоги ледовые. Да, это страшная вообще вещь. Ну, ладно, не будем о грустном. Евгений Евдокимов, Семен Миков завершают первую попытку. Семен Миков с Антоном, с, прошу прощения, Андреем Шандером выступал и выигрывал бронзу юниоркского чемпионата мира. Но вот теперь новый партнер Евгений Евдокимов. Опытный, кстати, 26 лет. И этот экипаж представляет Москву. И в эстафете, напоминаем, правда? Да, шесть команд будет. Мы будем говорить, и Москва представлена сильнейшими спортсменами в одном месте на Санях. И вот здесь за собой поведет команду Роман Репил. Но она не фаворит всех к сборной Москвы. Андрей, вообще эстафетная гонка, о которой мы будем говорить. Это непредсказуемо. Это непредсказуемо. Говорить о фаворитах, это история следующая. Но я к тому, что каков лидер этой команды, поэтому все может быть. Иногда ты не реализовываешься в индивидуальных соревнованиях, но в эстафете вы команды. А что ж, приближается к финишу спортсмены. И вполне себе, вы знаете, 50 секунд 789 таких результатов на финише. Они седьмые, поэтому во второй попытке мы их увидим совсем скоро. Ошибки были, но справились с трассой и не допустили падения. Ну что ж, подводим итоги первой попытки соревнований двоек. На первых двух местах те экипажи, которые, в общем, по идее, должны занимать эти позиции. Богданов, Прохоров, Денисов, Антонов. Третьи, Мальцев, Халилов. И для меня все-таки, на мой взгляд, слабее, чем ожидалось, выступили все Влад Кашкин, Константин, Коршуны. Видите, отставание 452 тысяч. Но до третьего места всего две десятые. Хотя относительно санного спорта мы так не можем говорить. Но посмотрим, посмотрим. Вторая попытка впереди. Сейчас тройка сильнейших на наших экранах. И мы совсем скоро с вами будем говорить о второй решающей попытке. Как у женщин, так и двухместные сани. И, поверьте, там есть на что посмотреть. И еще не ясно, кто победит. Да, борьба ожидается между вот этими спортсменами. Александром Денисиевым, Владиславом Антоновым. И вот этими спортсменами. А именно Андреем Богдановым и Юрием Прохоровым. Разница небольшая. Пока в пользу Богданова Прохорова. Но все может поменяться. Вот, собственно, все. Первые попытки у женщины в двойках. Примерно через полчаса мы встретимся вновь. И продолжим наш интереснейший рассказ. А пока отдыхаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин